В Малайзии есть похожие такие вот участки, тоже едешь, вот такие вот зданица, очень похоже. Туда вот это все маршрут, можно идти, 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 идти. У меня сразу же первая ассоциация, это дурские скалы в Англии. Вот скалистые породы выходят прям в море. Вы не просто спустились там на смотровой, посмотрели и вернулись, а можно спуститься, погулять, есть что делать. Сюда бы Рокки Бальбоа, таран-дан, таран-дан. Туда вот немножко напоминает какие-то горы арабские. Здесь вот сразу же на косе глэмпинги делают, новые строят, вот глэмпинг. И просто только открыли дверь, долбанул ливень. На катамаране или на лодке вот плыть, можно доплыть вот по озеру, прям к деревьям. Вот видите тут всякие экскурсии на джипах, Абрау-Дюрсо, экскурсии в горы. Ретро автомобильчики такие стоят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погнали со мной Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Товарищ, напомнивший мне героя Тома Хэнкса в изгое. Очень круто. Народа немного. И здесь видите, какая красота. Я думаю, что тут нечего описывать. Тут и так все видно. Смотрите, здесь прям скалы уходят. Вот эти скалистые породы выходят прям в море. Сейчас, кстати, выходной день. Выходной день, и здесь немного людей. А в какой-нибудь будний день, если сюда приехать, то я думаю, что людей вообще не будет. И сейчас, кстати, вечер. Как раз вот такой, наверное, пик. Люди ждут заката 100%. Здесь кто-то костерчик разжигает. Мне было интересно, вообще, какой пляж. Большой, маленький. Пляж большой. Мне кажется, что протяженность всего пляжа здесь каменного от 500 метров до километра, думаю, вот где-то так. Хотя нет, больше 500. Ну, километр, километр, я думаю. То есть минут 10 нужно, чтобы его пройти, минимум. Вы не просто спустились там на смотровой, посмотрели и вернулись. А можно спуститься, погулять, есть что делать. Ян, ты видишь, что там качеля еще? Иди сюда. Вот иди сюда, вот прыгни сюда. Там какая-то секретная качеля. Нужно кидать вот ее, знаешь, как тарелка. Вот, пум-пум-пум-пум. Возьми вот так, смотри. Смотри, вот так вот возьми. Вот так. Да, и кидай. Да, чтобы плоско она старается. Найди какой-нибудь плоский камень мне. О, смотри, смотри. Смотри, смотришь? Давай, давай. Видишь, он полетел у тебя наперекосяк, а ты его пониже, и чтобы плоско было. Да, пригибайся пониже, да. Ага. О! Видел, сколько много? О! Видел, сколько? 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 Янчик, погнали, пора, я весь в этой мошкаре. Спуститься там и спустились, а вот сейчас начинается самое главное испытание, это подъемчик. Вот сюда бы Рокки Бальбо, посмотрел бы, как он тут добрался бы наверх. Анапские Рокки Бальбо нам нужен. Ну я вам скажу ничего страшного такого, по лесенке мы обратно поднялись минут за 15. То есть, некоторые, конечно, идут прямо вообще вздыхают, ой, не поднимешься. Ну, если чуть-чуть спортивная подготовка есть, то вообще без проблем. Сама лестница. Это не только поднялся, спустился, но также и природа, тропы вдоль склонов, панорамные виды на море и город. Здесь можно встретить людей, занимающихся бегом, катающихся на велосипедах, гуляющих с детьми и собаками. Там домик деревянный. А, Мишка, видишь, это, короче, там кемпинг. Кемпинг вон там, понял? Вон, Мишка деревянный на склоне стоит. Крутая штука перед нами открывается. Это кемпинг. Автокемпинг. Мы дошли сюда, там шлагбаум стоит. На въезде можно позвонить, вам откроют. И очень прикольно сделано, как вам с палаткой тормознуться вот в таком месте. Знаете, как называется? Анапское взморье. Если вам будет интересно, я никак ничего это не рекламирую, отношения никакого не имею. Но написано было на входе, короче, что кемпинг Анапское взморье. Имейте в виду, если вдруг вы любите. Так представляете. Непон Знаете себя. Это, в общем, то не accept. Они основания прям. Знаете, как вместе с чемпинг и анапских книг и дядей, sich�, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 все так как хотелось бы потому что нас врасплох застал ливень ну да ладно это не отменяет того что здесь круто с зонтом или без него бугасская коса длинная песчаная коса отделяющая черное море от лимана то есть да вода здесь его правую руку и по левую если вы были в калининграде то знаете курскую косу похоже они нет впечатления у меня после посещения абсолютно разные бугасская коса меньше ее длина 12 километров ширина 300 метров у курской косы длина 98 километров а ширина доходит до трех с половиной километров разная растительность разное все если вам интересен к ленинград посмотрите мои отдельные выпуски про него там есть и про природу и про сам город линки будут в описании приехали вы на бугасскую косу и просто только открыли дверь долбанул ливень мы сидели ждали ждали машине но ну что раз уже здесь нам дальше ехать надо вот вот так но красиво грязно но красиво зонтов естественно никаких нету да и они в принципе особо не помогут так голову чуть высушить ладно будем что-то думать сохнуть дороге с открытыми окнами ехать и кстати сразу же упала температура на несколько градусов мне кажется градусов на 5 только вот пошел дождь все через полчаса уже поэтому поэтому хоть и солнце было но погодка обманчивая бугасская коса считается одним из лучших мест в россии для занятий кайтсерфингом и виндсерфингом благодаря постоянным ветрам и идеальным условиям для этих видов спорта здесь можно найти школы и прокаты оборудования для кайтсерфинга и виндсерфинга но сейчас не сезон и большинство из всего этого дела закрыта на самой косе и в ее окрестностях можно найти палаточные городки базы отдыха и гостевые дома имейте ввиду что летом сюда организуют туры и ваша палаточная идиллия может быть нарушена группой восьмиклассников вывалившие из автобуса кемпинг такой кемпинг здесь вот сразу на косе глэмпинге делают новые строят вот глэмпинг стоят на сваях причем на сваях наверху потому что так понимаю подтапливать может здесь эти несколько дорожек и до соседние здесь соседней еще дорожка там уже лужи такие что не пройти пасеку у меня ноги уже мокрые насквозь кроссы мокрые несмотря на то что до трейла бугасская коса является природоохранной зоной важно соблюдать правила поведения сохранять уникальную экосистему этого места не рвать то что рвется не ломать что ломается и не куролесить с банка ягуара место это великолепное дышится на природе отлично и возможности для отдыха и релаксации у нас безграничны если релаксировать на песке с ракушечником не ваша история можете отправиться на экскурсию по таманскому полуострову посетите археологические раскопки и местные винодельни покатайтесь на катере квадроцикле порыбачить и наконец вода здесь везде дальше друзья нас ждет еще одна уникальная достопримечательность которую больше не встретишь нигде в россии кипарисовое озеро всуко место действительно уникально причем она постоянно меняется вообще эти болотные кипарисы были посажены здесь в 1930-х годах эти деревья уникальны тем что их корни погружены в воду в осенний период то кстати листья деревьев становится ярко-красными круто сейчас суко кипарисовое озеро кто не знает место называть а мы здесь были зимой зимой вот это все сухое можно пешком просто пройти а сейчас можно пешочком пройти но к самим кипарисам не подойти поэтому нужно брать вот катамаранчик как мы сейчас делаем нужно брать катамаранчик и на катамаране или на лодке плыть может доплыть вот по озеру прям к деревьям и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Абрау находится рядом с Новороссийском Здесь же в 30 километрах находится Еще одна отличная винодельня Шато Пино с рестораном, экспозиция Ретроавтомобилей, в 5 минутах Пляж, широкая балка Можете заскочить в Новороссийск и посетить Крейсер музей Михаил Кутузов Я уже снимал как-то про него Несколько лет назад, но вернемся в Абрау И потом сполерну еще Пару отличных виноделин Сколько раз в Абрау И ни разу не попадаю на Экскурсию, здесь экскурсия С дегустациями, естественно Я естественно за рулем, как всегда Какие могут быть дегустации Здесь последняя экскурсия в 7 вечера А мы сегодня приехали в 7 часов 10 минут Немножко не успели С 10 часов экскурсии Можно покататься на ретро корабликах Вот этих, сюда зайти В музей На завод погулять Очень круто Вот видите, тут всякие экскурсии на джипах Абрау Юрсо Экскурсии в горах Ретро Автомобильчики такие стоят В Абрау находится одноименное Озеро и винодельня Которые привлекают туристов и любителей вин Со всего мира Во-первых, само озеро Прямо сразу напоминает многим Швейцарию Женеву, которую я посещал много раз С ее фонтаном Жидо В Женеве вода выпуливается на 140 метров В Абрау Юрсо на 70 Но в Абрау сейчас еще работают огненные пушки Лазерное шоу и все это под музычку Все то, что нам так полюбилось в Дубае Само озеро Абрау это одно из крупнейших пресноводных озер Краснодарского края Вокруг озера проложены тропы для прогулок и велосипедных поездок Можно арендовать лодку или катамаран Есть пешие туры Прокатитесь на ретро корабле Покушайте в одном из ресторанов Загляните в фирменные магазинчики В которых вы сможете купить эксклюзивчик Которого больше нигде не найдете Сама винодельня была основана в 1870 году По указу императора Александра Второго Недавно она отмечала 150 лет Здесь производят шампанские и игристые вина По классической французской технологии На экскурсии по винодельческому комплексу Вы как раз можете узнать о процессе производства шампанского И продегустировать лучшие образцы КОНЕЦ Надоело Абрау? Пожалуйста Едьте дальше в сторону Новороссийска В Месхаку Еще одна винодельня Некогда поставщик Кремля И место отдыха советской элиты Здесь даже можно увидеть дегустационный зал Специально созданный для генсека ЦК КПСС Рядом с Анапой и Суко Есть молодая футуристичная Эстетичная винодельня Скалистый берег Здесь же находится Гайкадзор Там достаточно жестко относятся к фотосессиям И прямо на сайте винодельни Как бы намекают туристам Мы вам не фотостудия Тут ворота охрана и фоточки и съемочки Возможно только если вы зарегитесь на экскурсию Которые здесь ограничены И еще одна супер современная винодельня Рядом Имение Сикоры Уникальная архитектура Ландшафт Дегустационные залы И панорама на всю окружающую красоту Экскурсии с дегустацией Шардонесса Миньонблана Рислинга Мерло Каберне Пинонуар Есть еще Шато Томань Можно съездить туда Это в сторону Благовещенской Где мы были ранее И Геленджик Если вы планируете посетить этот город С надписью Голливуд То есть Геленджик То обязательно загляните в местную Францию Здесь вам будут определенно рады Только не забудьте купить билетик на экскурсию Горы Море Панорамы Виноград Под солнцем Атмосфера Версаля Все это Шато де Толю Где ваша фотосессия будет только приветствоваться Вы кстати возможно удивитесь Но и у Галицкого в этом регионе тоже есть своя винодельня Точнее у Галицких То есть у всем известного основателя магнита и футбольного клуба Краснодар Сергея Галицкого И брата его жены Тоже Сергея Галицкого Только младшего Можно ли посетить виноградники сейчас? Нет Почему? Как говорят владельцы Место окружено государственным заказником Редкой флорой и фауной Поэтому отношение ко всему этому бережное А всех туристов не проконтролируешь Хозяин, как говорится, барин Пусть и не очень гостеприимный А я вам на это могу сказать Пойду-ка я открою бутылочку венца И полистаю фоточки с этой прекрасной поездки Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова